Футбольный клуб Фонбет, официальный спонсор клубов Реал Мадрид, Милан и ПСЖ Начнем с нового, которое теперь является для нас чем-то таким постоянным. Пауло Ваноли, новый главный тренер. Все уже вспомнили его гол в Лужняках в качестве игрока Пармы. Игроком он вообще говоря был очень неплохим. Я бы сказал, игроком того типа, из которых нередко получаются тренеры. То есть футболист, который играет в первую очередь за счет обученности, Который готов жертвовать собой, который не претендует на первую роль. И если обладает некой своей личной харизмой, то готов подчинить ее командным действиям. Так часто, еще раз говорю, бывает, когда тренерами становятся футболисты не самые яркие. И даже я бы сказал, что тенденция последнего времени, Когда из топов пытаются сразу сделать тренеров, Она, в общем, на самом деле во много раз кривее и сложнее. Ну, это и жизнь показывает. Впрочем, естественно, лично о Ваноле это ничего не говорит. Мало ли кто, какому типажу принадлежит. Давайте еще просуждаем о типаже его лица. Какого рода темные очки ему идут, а какие нет. Мне представляется, что в загадочности Ваноле нет вообще ничего такого, От чего стоило бы отталкиваться. Загадочность тренера – это всегда его слабость. Харизма тренера и его известность – это всегда то, что на него работает. Поэтому Ваноле тренер слабый. Слабый в политическом отношении. И о том, чем набита его голова, мы просто не знаем и знать не можем. Разумеется, как всегда отличился мой бывший коллега Черданцев, Который сегодня сообщил, я уж не знаю, в каких там средствах массовой информации, Вернее, в каких именно их разновидностях, Что назначение Ваноле хорошо тем, Что теперь между владельцем клуба и непосредственно тренером существует прямая вертикаль. И вот интересно, а что кто-то другой назначал предыдущих тренеров? От Кононова через Рианчо и еще ранее Карреро до Виторий. А что раньше мешало цариться этой вертикали просто интересно? Неужели всего мешал Дмитрий Попов, спортивный директор, который является нанятым работником? Кто вообще этому мог помешать? И почему в Ваноле можно видеть гарантию подобного рода решения? У меня представляется в фигуре Ваноле самым главным и существенным, Что, во-первых, здесь ассоциативно Спартак пытается найти, И это, я говорю Спартак, потому что я не собираюсь выяснять, Кто именно сейчас выступает от этого имени, Будь то мужчина, женщина, мужчина с женщиной, Это такой гормональный, я уже сказал, тип управления клубом, Чтобы как бы это не расшифровывалось, В данном случае я использую это слово как словесный жест По Борису Эйхенбауму. Неважно, еще раз говорю, неважно. Важно то, что тренер как кот в мешке, это кот в мешке и есть. Попытка повторить счастливое число Каррера, Как счастливое число Слевина. Попытка нащупать нечто то, что вообще-то изначально было карточным домиком. Ведь как возник Каррера? Это сейчас мы его вспоминаем сквозь призму достигнутого им чемпионства. А на самом деле, ведь тогда Спартак точно совершенно решил уволить Оленичева, Который неудачно вступил в европейскую осень, Еще летом вступал, будто в осень, Оленичев, собственно говоря, был уволен. Спартак намеревался пригласить Курбана Бердыева и работал в этом направлении, Закончил это лишь полнейшим раскладом. А в это время успел подъехать Каррера, который был у Оленичева помощником. Предполагалось, что Каррера будет помогать Оленичеву выстраивать игру в обороне. Каррера стал вместо блюстителем, у него пошло, и его бац, и оставили. Это все выглядело так, как будто бы, вот знаете, люди строят сложную конструкцию, Она все время падает, рушится, косится, кривится. И вдруг, в конце концов, вот на столе, такое чаще всего это именно с карточными домиками, Вдруг на столе что-то более или менее осталось стоять вертикально в задуманном положении, И вот и говорят, так все, уйдите, руки уберите, не дышите, не смотри, все, 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 все. Вот как-то так. И это, в конце концов, сработало. Кстати, не до конца понятно, каким именно образом. Но в данном случае я бы даже сказал, что Каррера был утвержден тренинером Спартака. Все-таки не в качестве кота, а в мешке, нет. Каррера, в общем, подменял темпераментного Конта. Именно он во время дисквалификации Конта руководил командой на скамейке. Это во-первых. А во-вторых, его утвердили главным тренером, когда у него уже что-то стало получаться. И параллельно все остальные разговоры, все остальные переговоры зашли в тупик. Здесь Спартак искал кота в мешке. Ну, а как вы его будете, собственно говоря, таким образом выбирать? Даже в приюте для бездомных животных. Что кота, что собаку выбирают, хорошенько на них посмотрев. Я не сравниваю Иван Оля с бездомным животным. Но он тренер, которому, по большому счету, жизнь, карьера, а также и Спартак сделали большое одолжение. Он сразу получает в свои руки команду с большой историей. Пусть и в России. В Катаре сейчас в России нет никакого пиетета. Он получает, судя по всему, возможность эту команду укомплектовать. По крайней мере, если не сам в соответствии с своими представителями об игре, то его представление об игре это все не будет противоречить. Но почему же именно Ван Оля искала спартаковская семья? Вы знаете, у Ван Оля есть только один очень важный козырь. Одно очень важное отличие. Вот, скажем, от Витории. От еще, может быть, кого-то. Он будет глух и нем. Это его шанс. Он уже должен. Он под каблуком. Собственно говоря, тренеру не привыкать быть под каблуком. Выдавляющее большинство тренеров в обычной жизни, выдающихся тренеров, были именно под каблушниками. А почему? Да потому что, понимаете, работа вся заключается из того, чтобы принимать решение за решением, деталь за деталью, вплоть до цвета, может быть, забора на базе. И когда ты все-таки оказываешься дома, приятно не делать ничего. Приятно, когда тобой манипулируют. Но то дома. А в данном случае мы говорим именно о работе. Повторюсь, пока единственное качество Ваноли заключается в том, что он никто. Звать его особенно никак. Работой ему сделали одолжение. Должен быть послушен. Согласен со всем. Ну и немножечко где-то после этого, видимо, в чем-то он все-таки впечатлил концепцию. Но не единственный же он там был кот в мешке. Это все о Ваноле. А дальше посмотрим. Продолжим о Руе Витории. Дома в Питере не выходить, чтобы не мерзнуть по дороге до ближайшей кофейни. Настоящий итальянский кофе всегда был бы у него под боком. Кофемашина Саэко. Землячка Маркизио. Она тоже итальянка. Это Моника Белуччи в мире кофемашин. Просто красотка. Легко впишется в любой интерьер. Кофемашина порадует ценителей кофе не только внешним видом, но и своими возможностями. И выходя из дома, можно приготовить 16 рецептов кофе. От классических капучино и американо до модного австралийского флет-уай. Опытные кофеманы легко раскроют вкус любимых кофейных зерен. Выбрав самые подходящие для этого сорта помол в каждом из рецептов, они смогут на свой вкус задать крепость, температуру, объем ингредиентов и даже то, как будет взбита молочная пенка. А с эквалайзером на экране легко экспериментировать. Кофемашина сохранит эти настройки в одном из шести личных профилей. Это очень удобно, если вы не единственный кофеман в семье. А если вы хотите почувствовать атмосферу итальянской кофейни, Saeco Gran Aroma станет для вас настоящей бариста. Просто закажите кофе, выберите желаемую насыщенность по кнопке кофе маэстро, и машина сама сбалансирует для вас все параметры приготовления. Все это сделать очень легко, благодаря цветному дисплею с подсказками и сенсорными кнопками управления. Saeco Gran Aroma отличается не только стильным дизайном, но и продуманной эргономикой для удобства использования. Подсказки на экране, автоматические программы очистки и фирменные средства позволят реже проводить тщательное обслуживание и сэкономят ваше время. Купить кофемашину Saeco Gran Aroma можно в магазине или на сайте Eldorado. Ссылку я оставлю в описании. А для тех, кому больше продает кофемашина черного цвета, есть похожая модель. В ней чуть меньше рецептов и личных профилей. Имейте в виду, до конца года действует специальное предложение. По промокоду УТКИН3000 любая модель Saeco Gran Aroma обойдется вам на 3000 рублей дешевле. Кто знает? Будь бы Клаудиова Маркизию и не покинул бы Зенит так быстро, будь его питерском доме хорошая итальянская кофемашина. Так вот, о Руе Витории. Наблюдение мои собственные, такие социологического свойства. За несколько дней после победы над Легией и выхода с первого места Лиги Европы в плей-офф, как раз последнее важно, потому что победа над Лигией сама по себе, в общем, это примерно то же самое, что отдельно взятая победа над Мальмю. Это, в общем, победа и победа. А как еще должно было быть? Так вот, после этого было буквально пару дней эйфории, и потом постепенно стало понятно, что колесо такой славы Руе Витории начинает работать немножечко в холостую. Болельщики начинают вертеть головами в разные стороны и искать, а как, собственно говоря, все это получилось, а почему именно с ним? Да кто он, собственно говоря, такой? Тут еще бац, поражение в Сочи, теплое прощание, специальные баннеры, но, тем не менее, поражение – это и есть поражение 0-3. И да, мы все знаем, бывает такой тип игр, когда команда играет хорошо, но пропускает в контратаках. И, в общем, ну такое бывает. Это такая разновидность того самого достойного поражения, которое прекрасно может быть пережито где-то в середине любого поприща, но когда оно имеет отношение к решающим событиям карьеры тренера, это уже не имеет никакого значения, только результат во всем преобладает. Что мне кажется важным знать о Руе Витории? Кстати говоря, видимо, это надолго останется для нас лакуной, потому что нисколько не сомневаюсь, что к расторжению контракта с Виторией предлагалось так называемое соглашение о неразглашении. Его часто подписывают менеджеры, уходя из той или иной организации. Это правило не только футбольное, но тем не менее. То есть, наверняка, некоторое время Руе Витории нельзя будет ничего говорить о «Спартаке» критического. Так вот, понимаете, формулировка увольнения Витории так или иначе подразумевает, что да, мы очень рады и благодарны за успех в Лиге Европы, но тем не менее мы бы хотели более стабильного выступления в чемпионате России. Очень хорошо. Витория был приглашен и согласился на работу в совершенно определенной ситуации. Ему была обещана трансферная поддержка. Ему была обещана, естественно, самая разнообразная поддержка. Но тут в «Спартаке» начался разлад. Снова вспоминаем слова о гормональном способе управления клубом. Так или иначе, именно в этот момент мы узнали имя Заремы Сариховой, которая в этой ситуации сыграла роль, ну, я не знаю, своего рода Пандоры. Если бы Пандора сама вырывалась из ящика. Но там чуть другой сюжет был, легенда, но что-то в этом роде. Вы знаете, иногда это тоже малопредсказуемые события. Черт его знает, может быть, в конце концов у Заремы что-нибудь получится, но пока она, по крайней мере, даже не фиксирует себя на фоне происходящих событий. В итоге Витория не просто осталась без подкрепления. Он остался без той единственной позиции, которая ему точно требовалась усилить. Собирался играть в четыре защитника. К раннего защитника у него никак не оказалось, ему его не привезли. Клуб покинул человек, который его поддерживал. Причем покинул на фоне разлада. Я думаю, что Дмитрий Попов, конечно же, не тот человек, который с «Спартаки» решает все вопросы. Но тем не менее, если вот после того, как этот мостик между владельцами клуба и тренером был взорван, или, допустим, мостик ретировался, у него всякого мостика есть какое-то собственное соображение, то действительно, как быть дальше? Наверное, везти какой-то новый мост, или, наверное, какой-то стрельб. Это же решаемая, в общем, проблема. И никто решать не захотел. После этого владельцы «Спартака» перестали ходить на игры. Мы узнали о том, что Леонид Варнольевич не здоровится. Может быть, так оно и есть. В конце концов, человек, он не юный. И события, предшествовавшие его прекращению ходить на стадион, они могли быть причиной любого совершенно сердечного расстройства. Но тем не менее, Витория оказался в полном вакууме. И заметьте, что особенно характерно. Черт с ним с вакуумом. Вы знаете, поддержка администрации «Спартака» очень часто превращается в настойчивое наставление дилетантов. Без этой поддержки как таковой, возможно, было бы даже интереснее. Но если бы было многое другое. Вот вы заметили, что мы, в сущности, о Руе Витории не знаем ничего. За время пребывания в России он не дал ни одного большого интервью. Почему? Да потому что его не продвигала пресс-служба клуба. Потому что, может быть, даже было решено этого и не делать. Мало того, сейчас в контракте у любого профессионального футболиста и тренера написано, что предложения об интервью поступают через пресс-службу. Это тоже часть вакуума, в котором оказался Витория. Его вакуумировали сперва отсутствием владельцев. Напомню, что вообще-то Реонид Кидун на выходе с каждого матча что-нибудь договорит. Тут тишина, молчание, пауза, космический вакуум. То же самое касается возможности, собственно, навести мосты или просто каким-то образом предстать живым человеком с какими-то соображениями на этот счет перед общественностью. Все это, вы скажете, малозначимо. Это не имеет решающего значения. Но я думаю, что все это страшно бесит и очень мешает работе. Вот сейчас, вспоминая о роли Тедеско в жизни Спартака, вот не будь того большого подробного интервью с Дорским, которое, безусловно, было инициативой журналиста, но, тем не менее, без пресс-службы оно бы не состоялось. Это в этом роль пресс-службы в сегодняшнем мире. Она, скорее, ограждает клубы футболистов и тренеров от какого-то внешнего воздействия и контролирует их собственные выплески, чем что-либо еще делает. Вот без этого интервью, что бы мы еще знали о Тедеско? Плюшевый медвежонок, ролик про молодого папу и прыжки вдоль бровки. Ну и еще, конечно, уроки русского языка, но, прямо скажем, у Доминика Тедеско был очень большой досуг в России, что, тем не менее, все это делает его довольно приятным парнем. А Роя Витория мы до сих пор не знаем ничего. И вот то, что сейчас происходит в попытках проанализировать его путь, вот большинство сходится о том, что, а вы знаете, контакта с игроками-то у него так и не было. Не было игроками контакта. Вот игроки за него и не заступились. Я тоже об этом немножечко говорил, но я просто говорю, что для меня это просто важно. Если бы это случилось, это было бы важно. Но не случилось, не случилось, это обычно. Что все это означает? Послушайте, а вот Каррера, с которым стал чемпионом, а у него был контакт с игроками? А что же, интересно, случилось с этим контактом с игроками у Каррера, если уже через полгода капитан команды Глушаков тогдашний, опять-таки, кто прав здесь, кто виноват, но контакт-то явным образом распался, разорвался, а, возможно, и не было его совсем. Начал ставить лайки, помните, не в попад. Это заметили вклад, это заметили болельщики. Короче говоря, это тоже внесло свой... Даже не важно, какой вклад-то внесло в итоге вывольнение Каррера. Важно, что на самом деле совершенно не очевидно, что у Каррера был хороший контакт с командой. Не в какой-то момент времени, а вот вообще. Многие говорят, что тактику Руи Виттория не очень убедила. Ну, вы знаете, во-первых, когда у тебя команда... Вот сегодня очень точно Геркус заметил. Не просто тебе не привезли, Горков, а команда реально недоукомплектована. Еще и травмированы все, все время. Ну, в общем, вы знаете, это такое искусство возможного, я бы сказал. Это такая вот история. Довольно странная. Ну и, наконец, что еще можно поставить в вину Виттории? Что еще про него говорят? Ну, в общем, какой-то он своим не стал. Вы знаете, дело все в том, что вот зайду очень-очень издалека. Мы с вами живем на очень уютной, засираемой нами, но тем не менее приятной для проживания планете Земля. Нам она окажется центром Земли. Некоторым до сих пор, а вообще на протяжении тысяч лет, многие люди так и думали. А на самом деле, что Земля вместе со всеми планетами Солнечной системы весит в, ну, вы сами знаете, во сколько раз меньше одного-единственного Солнца. Так вот, все аргументы, которые говорят, что у Виттории не было того, не было всего, не было пятого, не было десятого. Все это возможно говорить о любом тренере Спартака на протяжении его поприща. А вот победа у Руи Виттории была. Победа. Вы скажете, мы не понимаем, как она была достигнута. Давайте посмотрим соотношение созданных моментов у своих ворот и пропущенных, вернее, то, что позволили сделать у своих ворот, и создали у чужих. Ну, давайте посмотрим. Результат. И, понимаете, результат есть. Вы говорите, Селих Хоупух помогал, а тренер Братарей Эштавиш не помогал ему, у которого послужен список очень серьезный между прочим. Ой. Как говорил, я не люблю цитировать старые фильмы, бумерские, и даже ранее, чем бумерские, но, как говорил Греб Жеглов, так вот пистолет Володенька перевесит 100 тысяч вот таких вот улик. Да каким бы он ни был, Витория, ну, не сумасшедший же он, не психопат, не развратник. Никого же не развратил в Спартаке, хоть с молодыми футболистами и работал. Да, популярная тема. Он показал результат. С ним необходимо было продолжать работать. Для этого нужно было наступить всего лишь навсего на собственные управленческие амбиции. Нужно было всего лишь понять, что с футболом у этого парня что-то получается. И дальше ему помочь. Вместо этого к нам приезжает кот в мешке. Пауло Ваноле. Вану по-итарянски, кстати говоря, напрасно. А Ли по-русски – это еще и частица, выражающая сомнения. Успеха Ваноле. Вся наша жизнь играет. И если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь. Здесь этот мир как большой. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Субтитры создавал DimaTorzok